Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Алексей Крылов. И наш самолет только что совершил посадку в Дохе. Это Катар. Я здесь никогда не был. Говорят, здесь очень крутой аэропорт. Поэтому в этом видео мы посмотрим, насколько же он крутой. Летели мы из Пукета. Расскажи, Ань, как перелет прошел? Нормально? Ненормально? Что делала во время полета? Игралась? Баловалась? Ела? Ну, короче, кормили, получается, два раза. Постоянно приносили какие-то напитки. Я говорю, что вылетишь, и такое ощущение, как будто здесь все включено. Так, мы выходим из самолета. Самолет у нас огромный. Я уже показывал, когда мы в предыдущем видео заходили в самолет, какие тут мониторочки у всех, что дают. Короче, прям, ну, очень классно. Мне понравилось. Сапкин. 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 Бизнес-класс. Ну, в следующий раз полетим здесь, Даш. Какие-то 10 миллионов долларов решат проблему. Мы в Катаре. Или Катаре, как правильно говорится. Катар или Катар. Паттайя или Паттайя. Дубаи или Дубаи. Также Катар или Катар. Прилетели мы в город Доха. Короче, фишка вот этих жарких стран. Вот в Таиланде, знаете, в чем прикол? В аэропортах, ну, короче, везде работают на полу кондиционера. И вроде бы кажется, вот даже в Таиланде на улице жарко было. Но как только заходишь в аэропорт, короче, там уже прохлада. Поэтому можно смело одевать штаны. И я даже вот в самолете одел свитер, потому что, ну, настолько кондер работал. Сильно. Давайте буду показывать вам аэропорт, потому что аэропорт здесь, говорят, просто крутой. Так, мы потеряли собачку. Поднимите. Ого. Ее даже не слышно. Если бы Даша не сказала, я бы и не заметил бы. У нас перелет длился 6 часов 40 минут. Теперь у нас есть время на пересадку тоже 6 с чем-то часов. И следующий перелет тоже будет длиться примерно 6 часов. Короче, у нас все по 6. Мы когда летели, ну, когда уже приземлялись в самолете, там были ролики про Катар. И, в принципе, ролики точь-точь, вот когда летишь в Арабские Эмираты, там тоже в компании Этихаты, Эмирейтс, Этихат, вот, правильно. Там тоже ролики крутят про Арабские Эмираты. Короче, все, в принципе, то же самое. Я никогда не был в Катаре. Но такое ощущение, как будто я прилетел в Арабские Эмираты. Не знаю, можно эти страны сравнивать, нельзя эти страны сравнивать. Но я знаю, по-моему, предлагали Катару, чтобы он входил в Арабские Эмираты, но они, по-моему, отказались. Так, мы идем по розовым стрелочкам. Трансфер, потому что у нас трансферс. Короче, у нас пересадка на другой самолет. А мы сейчас в него идем? Ну, мы сейчас пока дойдем, какие-то проверки пройдем. Если вы были в Катаре, напишите, как вам, понравилось, не понравилось. Думаю, интересно было бы сюда приехать. Ну, обычно, знаете, как у меня всегда, знакомство со страной начинается. Вот я в Эмиратах был тоже, я летел в Таиланд. Был вот так вот. Пересадка была в Дубае, по-моему, в Абу-Даби была пересадка. А потом уже я приехал уже в эту страну. И думаю, с Катаром то же самое. Начинается все с пересадки, а потом уже приезжаешь сюда на какое-то время. Аэропорт здесь огромный, видно, что еще доделывается. Вот новый, как это называется, отдел строится или новый отсек. Мы уже долго идем, но, в принципе, знаете, оно даже к лучшему. Потому что вот летишь, шесть часов сидишь, а так вот пройдешься, хоть разомнешься немножко. И так мы видим, скопилась гигантская очередь. И вроде бы даже стрелочка вбок, это тоже все люди на пересадку. А, получается, чтобы пройти на пересадку, нужно опять пройти проверку. Если вы купили, например, водичку в аэропорту, из которого вы летали, то сейчас ее опять нужно выбросить. Представляете? Ой, новый самолет опять приземлился. Короче, надо быстренько-быстренько идти. Ну что, мы прошли все проверки. Смотрите, какой здесь аэропорт. Это аэропорт-парк. Такое ощущение, как будто мы вышли в какой-то лес. Смотрите, какая здесь красота. У нас, в принципе, сейчас достаточно времени. И мы здесь будем гулять. Короче, вообще классно. Напишите, как вам были в таком аэропорту когда-нибудь или нет. А здесь, в принципе, начались стандартные магазины. Ну, как бы ничего удивительного, как и во всех аэропортах. Продается примерно все то же самое. Но вот это вот, сейчас мы здесь погуляем, это, конечно, не в каждом аэропорту такое встретишь. Разве что в каком-то заброшенном аэропорту, где там уже все проросло. Огромное количество магазинов. Смотрите, как круто здесь. Огромное количество магазинов. Огромное количество магазинов. Я бы где-то, наверное, прилег под пальмой и поспал бы какое-то время. Так вот, где-то в кустах. В домиках спят люди. Короче, все домики заняты. Я думаю, хоть один домик будет свободен. Ну, в принципе, можно даже где-то на лавочке посидеть. Так, на самом деле, короче, я думаю, у нас больше времени. А оказывается, не так уж и много у нас времени. Мне, честно, нужно найти табло и понять вообще, куда нам двигаться. Если честно, немножко все так запутано, как бы красиво, но ничего не понятно. Даже не знаю, где табло, чтобы посмотреть номер нашего рейса. Нам, в принципе, дали билеты, но в билетах там не указано, какой выход. Так, разобрался, короче, нам надо найти выход С8. Тут С50, С65, С25, С26. Короче, здесь огромное количество этих выходов. Так, будем разбираться. Короче, наверное, так и не получится. Знаете, долго погулять? Я думал, часов шесть у нас, а оказалось, не шесть. Намного меньше. А, я вас потерял. Идем, выход С8. Мы там нашли такую беседку. С8 выход. Смотрю курс. Получается, в Катаре валюта реалы, в принципе, точно такая же, как и в Арабских Эмиратах. Дирхам курс. Получается, один доллар, примерно там 3 и 4,3. По-моему, 3,6 вот этих вот реал. А Дирхам 3,6, по-моему, короче, там практически одинаково оно все. Так, что здесь продается? Продается вот такая вот булочка. По 5 баксов, примерно. Сосиска в тесте. Где-то 7 баксов стоит. Ну, это цены для успешных семитики. А это, кстати, какая-то турецкая кухня, по-моему. Да, семитик 22. Реала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Огромное количество магазинов. И, знаете, здесь очень просторно. Здесь идешь, и вот между магазинами огромное пространство. Нету прям каких-то столпотворений. Масштабы аэропорта просто огромные. И он везде разный. Видите, там зона, например, с деревьями. Тут уже совсем другая зона. Короче, очень красивый аэропорт. Что тут сказать? Прям очень круто тут. Стало интересно вот теперь приехать в Катар. Короче, все, действительно перепутал. У нас остается уже примерно 50 минут до вылета. Уже сидим возле нашего выхода. Вот. Поэтому будем скоро погружаться опять в самолет. Мы уже пришли в зону ожидания. И здесь так тихонько ездит вот этот вот паровозик. Как это? Монорельсовая дорога, правильно называется? Либо метро, которое находится в этом, в аэропорту. Ездит из терминала в терминал. Все, ожидаем наш выход. Если про аэропорт говорить, очень все чисто. Очень здесь все красиво. Настолько классно все сделано. Даже вот поезд показывает, ездит. Все бесшумно. Короче, очень такой продуманный, классный аэропорт. Вот. Жалко все, что мы тут не так долго задерживаемся. Я бы тут погулял, бы посмотрел. Там очень много разных магазинов, брендов. Поэтому, если кто будет тут пролетом, имейте это в виду. Ну, может кто-то хочет там сумку себе, луи бетон какую-то купить. Что на рынок ходить за картошкой. У нас тут начинаются игры. Ой, Аня. Давай. Ань, Ань, беги и здесь проедешь. Здесь, ань, здесь, здесь. Давай. Давай. Дашу, давай. Поскольку это уже, скажем, завершение поездки из Таиланда. Короче, о чем я думаю? Я бы поехал, бы пожил в Таиланде. Мне прям очень красиво понравилось. Вроде бы, ну, год бы, сто процентов тоже с удовольствием будет. Короче, место очень классное. Очень интересное. Очень много там интересных людей съезжаются. Нас пропустили без очереди. Сказали, идите, садитесь. Короче, вот с детьми как-то быстренько пропускают. Короче, я вам скажу. Видео заряжено на путешествии. Кто смотрит, в скором времени куда-то полетит. Компания Катар. Так, самолет вообще пустой. Короче, мы будем ждать, пока он заполнится. Ну, в принципе, он вроде быстренько заполняется. Так, места. Что дает компания Катар? Смотрите, пледик, подушечка, наушнички. Вот, у нас тут такой вот мониторчик. Мы летели сюда другим самолетом. Там самолеты были поновее. Ну, точнее, не знаю, как, новее, не новее. Короче, кресла были поновее. Вот здесь, конечно, это оно такое старенькое. Вот все в решетку. Вот такие дела. Конечно, сейчас у нас идет сбой по времени вообще жесткий. Потому что разница там 6 часов с Бангкоком. Вот. И в Таиланде, короче, уже солнце село. Уже, скажем так, вот медленно, потихонечку готовишься ко сну. А у нас тут середина дня, светит солнце. Вот. Мы пронятим, короче. Надо будет быстро как-то адаптироваться, перестраиваться. Лететь нам показывает 6 часов 56 минут. Короче, 7 часов лететь. Вот. Это у нас только что был 6 часов перелет. А, 6,50. Да, 7 часов мы летели. И вот сколько получается? 3 часа пауза. И опять 7 часов перелет. Вот иногда читаешь, для многих очень сложно пережить долгий перелет. Ну, в долгом перелете, знаете, что главное? Главная компания. У меня, в принципе, компания хорошая. Поэтому вот у нас перелет проходит очень просто. Ну, как бы с детьми это проще простого лета. Одно дело, знаете, когда уже там взрослые летят. Не знаю, там что-то велики себе набрали. Это уже сложно, когда, да, с детьми. Проще простого. Что круто, когда летишь с детьми, тебе никогда не будет скучно. Потому что иногда бывает, ты вот летишь один, и тебе, ну, все, уже и делать нечего. И музыку уже все переслушал. А с детьми тебе постоянно весело. Короче, ты не скучаешь. Отчетите, вот кто летал с детьми, как вам летается? Просто или очень сложно? Что-то интересно почитать. Мне обычно очень много комментариев пишут по поводу перелета с ребенком. Вот, а вот вам как? Сложно или несложно? Либо там куда-то в другую страну на отдых летать с ребенком. Сложно или несложно? В этих самолетах, что классно, есть, короче, изображение, то есть карта, где мы летим. Иногда, знаете, даже стоит видеокамера, прям настоящая, где-то там на хвосте. И можно смотреть. Короче, я помню, летел. Три камеры стояло в самолете. И можно было смотреть вот вживую, что вообще находится за бортом. Но здесь, не знаю, есть такое, нету в этом самолете. Так, я говорил, не говорил, в аэропорту мы пришли. Везде бесплатный Wi-Fi был, во всех зонах. Плюс, вот, авиакомпания Катар дает один час бесплатного интернета в самолете. Вы можете лететь. И с кем-нибудь поговорить и сказать, а я в самолете. Где тебе принести подарки? Я покажу, что это принести. Вот видите, короче, разбаловали нас с этой авиакомпанией. Теперь в другом самолете мы будем лететь, а я тебе скажу, что это подарки. Ну, все, у нас начинается взлет. Я могу только подглядывать краешком глаза, и кто там ничего не... Вообще ничего не видно, что там происходит. Зато можно вот так вот понаблюдать, где мы летим. Летим над морем. Вот такая вот красота. Ну что, у нас настало время обеда. Смотрите, что дают на обед. Получается, ну, это кукурузная каша, больше похоже курица. Выглядит, конечно, не особо красиво сейчас, потому что цвет плохой. К салатик, десерт, красное вино, водичка и вилки-ложки. Приятного аппетита. А, и хлеб горячий. Мы чуть летим над Турцией. И вот в этой зоне такая турбулентность началась. Нормальная. Я так полно с горами. Я так полно с горами. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, друзья, наша поездка уже подходит к концу. Мы прилетели. Ну, короче, не знаю. Вроде перелет нормально. Перенесли. Два перелета по 7 часов. Вот. Так что на этой прекрасной ноте будем заканчивать видео. Желаю всем счастья, крепкого здоровья. Огромное спасибо, что были с нами во время этой поездки. Дальше будет много чего интересного. Будет много новых стран. Я когда-то говорил, что мы будем так путешествовать, как никогда до этого еще не путешествовали. Всем всего самого лучшего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok